Вред, наносимый окружающей среде и людям К следствиям ослушания относится и то, что грехи совершающего их Начинают плохо сказываться на других людях, а также на животных И получается, что человек губит своими грехами и несправедливостью себя и других Абухурей рассказал Поистине бывает, что дрофа погибает в своем гнездовье из-за несправедливости притеснителя Муджахид говорил Поистине животные проклинают грешных потомков Адама, когда усиливается засуха и перестают выпадать дожди Они говорят, это скверные последствия ослушания потомка Адама А Икрема сказал Животные и насекомые земли, даже навозные жуки и скорпионы, говорят Мы лишились дождя из-за грехов потомков Адама То есть грешник не только подвергается наказанию за свой грех, но еще и навлекает на себя проклятие тех, кто не грешил Униженность К последствиям грехов относится и то, что они непременно ввергают грешника в унижение Ибо поистине весь возможный почет заключен в покорности Аллаху Всевышний Аллах сказал Если кто-то жаждет величия, то ведь величие целиком принадлежит Аллаху Сура Творец, аят 10 Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров Пусть тот, кто ищет величие в этом мире и в мире вечном, ищет его у Аллаха Его не обрести, кроме как посредством покорности ему Аллаху принадлежит все величие И того, кто пытается обрести величие с помощью творений, он унижает А тому, кто пытается обрести величие с помощью Аллаха, он дарует величие Тафсир муэссар То есть пусть человек стремится обрести величие посредством покорности Аллаху Ибо ему никогда не найти его, кроме как в покорности Аллаху Один из наших праведных предшественников обращался ко Всевышнему с такой мольбой О Аллах! Возвысь меня посредством покорности тебе, и не унижай меня посредством ослушания тебя Аль-Хасан Аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал Даже если их величественно несут на себе мулы и скакуны, унижение, порожденное ослушанием, не покидает их сердца Ибо Аллах непременно подвергает унижению того, кто ослушивается его А Абдуллах Ибн Аль-Мубарак сказал Я увидел, грехи умершвляют сердца И привычка их совершать влечет за собой унижение А отказ от грехов — это жизнь для сердец И благо в том, чтобы капризом души своей противоречить Разве кто-нибудь портит религию так, как цари И ее же прискверные, грешные, горе-служители Порча разума К скверным последствиям грехов относится то, что они портят разум человека Разум излучает свет, а ослушание гасит свет разума, и это неизбежно И когда свет его гаснет, то сам разум слабеет и становится неполноценным Один из наших праведных предшественников сказал Никто не ослушивается Аллаха, сохраняя при этом свой разум И это очевидно, поскольку если бы разум ослушника был на месте То он удержал бы его от ослушания Он подвластен Всевышнему Господу и находится в его распоряжении И он наблюдает за ним, когда тот находится в своем доме на ковре своем И ангелы наблюдают за ним и смотрят на него И наставник в лице Корана удерживает его И наставник в лице веры удерживает его И наставник в лице смерти удерживает его И наставник в лице огня удерживает его И благо мира этого и мира вечного, которое человек теряет, ослушиваясь Аллаха Во много раз больше радости и наслаждения, доставляемых ему этим ослушанием Так может ли обладатель здравого разума относиться ко всему этому легкомысленно и беспечно? Запечатывание сердца К скверным последствиям грехов относится то, что когда их становится много, сердце человека запечатывается и он пополняет число беспечных Как говорил один из наших предшественников о словах Всевышнего, но нет, их сердца окутаны тем, что они приобрели, сура обвешивающие аят 14 Подразумевается следование грехов друг за другом Аль-Хасан сказал, это совершение грехов друг за другом до тех пор, пока сердце не сделается слепым Другие сказали, когда грехов и ослушания у них стало много, они окутали их сердца Ибн Аббас и другие сказали, когда грех следует за грехом, они покрывают сердце так, как будто окутывают его Аль-Хасан Аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал, знаете ли вы, что такое окутывание? Это грехи, совершаемые друг за другом до тех пор, пока сердце не умрет Привел Ибн Аббит Дунья Основой в данном случае является то, что сердце ржавеет от ослушания И чем больше грехов, тем толще слой ржавчины, который в конце концов покрывает все сердце Итогом же становится запечатывание сердца, будто в нем появляется замок И сердце оказывается сплошь покрытым плотной завесой Если такое происходит с ним после того, как у него было верное руководство и способность видеть истину То оно переворачивается, так что наивысшая его точка оказывается самой низшей Вот тогда враг одолевает его и ведет за собой, куда пожелает Проклятие К скверным последствиям грехов относится то, что они навлекают на раба Аллаха проклятие посланника Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Ведь он проклял совершающих некоторые грехи А есть ведь и другие, еще более тяжкие, совершающие которые еще больше заслуживают проклятия Так он проклял наносящую татуировки и ту, которой их наносят по ее желанию И подвязывающую к волосам чужие, и ту, которой подвязывают их по ее просьбе И выщипывающую брови, и ту, которой выщипывают их по ее просьбе И подпиливающую зубы, и ту, которой делают это по ее просьбе И он проклял и пожирающего лихву, и предоставляющего ему возможность делать это А также записывающего ее и выступающего в качестве свидетеля И он проклял того, кто вступает в брак с женщиной Лишь для того, чтобы потом развестись с ней И сделать ее таким образом дозволенной для прежнего мужа, давшего ей окончательный развод И того, для кого он это делает И он проклял ворующего И он проклял пьющего вино И того, кто поет вином И того, кто отжимает его И того, для кого он это делает И того, кто продает его И того, кто покупает его И проедает его цену И того, кто несет его И того, кому его несут И он проклял того, кто изменяет вехи и границы земли И он проклял того, кто проклинает родителей И он проклял того, кто превращает в мишень живое существо, и он проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам, и он проклял того, кто совершает заклание не ради Аллаха, и он проклял совершающего преступления или укрывающего преступника, и он проклял тех, кто создает изображение живых существ, и он проклял того, кто совершает деяния соплеменников люто, мир ему, и он проклял того, кто поносит своего отца или мать, и он проклял того, кто сбивает слепого с дороги, и он проклял того, кто занимается скотоложством, и он проклял того, кто ставит клеймо на морде животного, И он проклял того, кто причиняет вред мусульманину или строит ему козни И он проклял женщин, часто посещающих могилы, и тех, кто превращает могилы в места поклонения и зажигает на них свет И он проклял того, кто настраивает жену против мужа или раба против господина И он проклял того, кто совершает половое сношение с женщиной в задний проход И он сообщил о том, что женщину, которая легла спать, отказав мужу, позвавшему ему на ложе Ангелы будут проклинать до самого утра И он проклял того, кто называет себя сыном не своего отца И он сообщил, что ангелы проклинают того, кто направил железо на брата своего И он проклял тех, кто поносит его с подвижников И Аллах проклял того, кто творит нечестие на земле, разрывает родственные связи И ведет себя неблаговоспитанно по отношению к нему и его посланнику Мир ему и благословение Аллаха Всевышний Аллах сказал «Может быть, если вы станете руководить, или отвернетесь от веры, или откажетесь повиноваться То распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи Таких Аллах проклял» Сура Мухаммад, аяты 22-23 Всевышний Аллах сказал «Поистине тех, которые поносят Аллаха и его посланника, Аллах проклял в этом мире и в последней жизни» Сура Союзники, аят 57 И он проклял того, кто скрывает неспосланные Всевышним Аллахом разъяснения и верное руководство Всевышний Аллах сказал «Поистине тех, которые скрывают неспосланные нами ясные знамения и верное руководство После того, как мы разъяснили это людям в Писании Проклянет Аллах и проклянут проклинающие» Сура Корова, аят 159 И он проклял тех, которые обвиняют в мерзости и прелюбодеянии целомудренных женщин, даже не помышляющих о грехе Всевышний Аллах сказал «Поистине те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе Будут прокляты в этом мире и в последней жизни Им уготованы великие мучения» Сура Свет, аят 23 И он проклял тех, кто считает, что путь неверия лучше пути веры Всевышний Аллах сказал «Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в Джипта и Тагута и говорят ради неверующих, эти следуют более верным путем, чем верующие» Они те, кого проклял Аллах Сура женщины, аяты 51-52 И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Проклял мужчину, который одевается как женщина И женщину, которая одевается как мужчина И он проклял и того, кто дает взятку И того, кто принимает ее И он проклинал за другие грехи И если бы в совершении этих действий не было иного зла, кроме довольства совершающего их тем, что они среди проклятых Аллахом, его посланникам, мир ему и благословение Аллаха, и ангелами То и это было бы достаточным основанием для отказа от них Лишение благой мольбы К скверным последствиям грехов относится то, что они лишают человека мольбы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мольбы ангелов Поистине Всевышний Аллах повелел своему пророку, мир ему и благословение Аллаха, просить прощения для верующих мужчин и женщин И Всевышний Аллах сказал «Те ангелы, которые несут трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в него и просят прощения для верующих Господь наш, ты объял всякую вещь милостью и знанием, прости же тех, которые раскаялись и последовали твоим путем, и защити их от мучений в аду Господь наш, введи их в сады Эдема, которые ты обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков Поистине ты, могущественный, мудрый, защити их от грехов Сура прощающий, аяты 7, 9 Это мольба, с которой обращаются к Аллаху ангелы, закающихся верующих, следующих его книге и сунни его посланника, мир ему и благословение Аллаха Так что нет у них иного пути И никто, кроме тех, кто подходит под это описание, не может надеяться на то, что мольба эта не останется без ответа А Аллах тот, кого просят о помощи